Павлодарские студенты родом из Монголии были задержаны за участие в январских событиях. Изначально суд вынес решение об их аресте на 15 суток, а затем о депортации за пределы страны. Но позже при вмешательстве общественных организаций суд пересмотрел дело и изменил свое решение. К слову, в этом году студенты заканчивают университет. С одним из них пообщалась наш корреспондент Галина Трощева. Дасулан учится в Павлодарском педагогическом университете. Вместе с друзьями, вспоминает он, когда начался митинг, пойдя на поводу своего любопытства, он вышел на улицу посмотреть, что происходит. Это в итоге обернулось весьма плачевно. 5 января 14.30 послышались крики. Мы вышли посмотреть, но возражений против власти у нас не было. 7 января нас забрали из дома, привезли в какую-то спортивную школу, не знаю где. Там были расследования, и в тот же день был суд. Троих студентов задержали на 15 суток. При этом постановлением суда ребята подлежали еще и депортации из Казахстана. В университете, где студенты обучались 4 года, о них отзываются только с положительной стороны. Успеваемость хорошая. Музыканты, дамбристы всегда активно участвуют во всех мероприятиях вуза. Мы были крайне заинтересованы в том, чтобы студенты остались. Было пересмотрено это решение, и они закончили университет, потому что это четвертый курс. Дело в том, что это грантовое финансирование. Министерство вкладывает большие средства на обучение ребят, получающих педагогическое образование. С ходатайством в дело вмешался Павлодарский фериал Всемирной ассоциации казахов, который подал апелляционную жалобу на задержание студентов. Коллегия областного суда, рассмотрев дело повторно, после 11 дней ареста освободила трех студентов из Монголии. По 80 делам суд апелляционной инстанции освободил задержанных и ограничился отбытым наказанием. По остальным делам снижены размеры штрафа, а также штрафы и аресты заменены на предупреждение. По данным полиции, в Павлодарской области в митинге приняли участие более тысячи человек. Из них 95% были привлечены к административному наказанию в виде ареста на 15 суток или штрафу. Всего было пересмотрено 269 дел. Павлодар, несмотря на то, что январьские события здесь прошли менее разрушительно, чем в других регионах страны, оказался в лидерах по количеству задержанных и получивших наказание. Галина Трощева, Кайрат Алпызбаев, телеканал Атамикен Бизнес, Павлодар.